МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТРЕПЕЩИТЕ, МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ! Забирайтесь под одеяло и подглядывайте в щёлку. Мы начинаем наше леденящее путешествие по миру зомби-игр. Вас ждут горы мозгов, реки кровищи и километры ужаса, преодолеть которые вам поможет спонсор нашего показа «Туалетная бумага. Я не трус, я не срусь». В эфире самая добрая межгалактическая программа о виртуальных развлечениях «Подпольная правда». Игр про зомби в Солнечной системе гораздо больше, чем извилин у Стивена Кинга. И все они требуют высочайшего интеллектуального напряжения. Ведь что главное в играх по зомби? Мозги! Чтобы не заблудиться в этом хитросплетении, мы пригласили в нашу жутко секретную студию матёрого эксперта. Встречайте! Патологоанатом широкого профиля Нафанаил Каюк. Здравствуйте, Нафанаил. Вы давно на своём боевом посту? Да уже третий час пошёл. Кого вскрываем? Как ты кого? Дум, конечно. Начнём наше путешествие с Красной планеты. Как утверждали космонавты и мечтатели, и на Марсе будут яблони цвести. Яблонь мы не видали, а вот лавы или бассейнов с кислотой – сколько угодно. Впрочем, что я вам рассказываю, можно подумать, вы на Марсе не были. Ну и зомби и примерно столько же, сколько пассажиров в московском метрополитене в час пик. И хотя радушия у зомби побольше, чем у пассажиров, марсианские мертвяки не только норовят отдавить ноги или укусить, но ещё и стреляют весьма метко. О-бо! Ещё был пара сантиметров влево, и мы поп потеряли. О-о-о! Неужели пуля рядом с сердцем прошла? Кажется, главного героя левое яйцо встрибило. Предлагаю поймать маршрутку и махнуть на землю, в Японию. В конце концов, японцев всё равно от марсиан не отличишь. Вот у них там, в Японии, есть корпорация под названием «Зонтик». Разработала она Т-вирус, который в два счёта делает из живого человека живой труп. Т-вирус, как водится, вырвался на свободу и стал заражать всех, кого ни попадя. Такое вот ОРЗ. Чтобы искоренять недуг местного населения, можно пустить в ход не только пистолет, но и автомат. Берём и лечим, лечим, лечим. Главное, чтобы патроны не кончились. Ой, доктор, кажется, пациент умирает. Помогите. Ничего, сейчас мы вам поможем. Да ладно, и чёрт с ней с Японией. В Саратов, в Глушь, в деревню, к тётке. Лесная сторона, маленький домик. Что ещё нужно, чтобы спокойно проводить молодость? Молодость? А вам сколько годков-то? Тридцать два. Скоро будет. У-у-у, какие мы оптимисты. Кхм. Да. И чтобы случайный странник совсем не рехнулся от страха, к нему в напарнике набивается Сэм. Маленький, хитренький и мёртвенький. Наверняка продал душу дьяволу. Лучше бы он пришёл к нам в больницу и бесплатно отдал душу Богу. Вы только полюбуетесь, к чему приводит невральное само лечение. Из лесной глубинки в Лондон, который давно уже превратился в рассадник нечисти всех мастей. Уже людей-то нормальных на улицах не осталось. Хотя нет, один вроде затесался. Хотя он мёртвенький какой-то. Доктор, какая у пациента температура? Да нормальная температура. Плюс 18 комнатная. Да. Хеллгейт Лондон, пожалуй, самая скучная остановка в нашем путешествии. Бегаем, как ужаленные. Гуляем во всё, что движется и не движется. И при этом за всю дорогу ни одного диалога. Только стрельба. А как же поговорить? Зомби прут изо всех подворотен и кусаются. Обложили мутанты. Ничего страшного. Говорится, умни мутантор Никель Херит. Доктор, а что это у палаты не заговорили? А это что, мы пациент потихоньку к мёртвому языку привыкали? Гулять по миру зомби можно до тех пор, пока кто-нибудь головы не отвернёт. Но мы с вами побываем в Хаузу Зе Дед и завершим на этом наше виртуальное путешествие. Дом мёртвых очень похож на Дом 2. Только зомби гораздо смекалистее героев телепередачи. И к тому же шоу с участием мертвяков по увлекательности может соперничать с концертом Мерлина Мэнсона. А Дом 2 может посоперничать разве что с тенем учебника по сапрамату. И занять почётное третье место из двух. Ну что поделаешь, если у обитателей дома такой умственный запор? Доктор, может пациенту клизму поставить? У него запор ведь. Да у меня тоже, собственно, не Мерседес. Давайте клизму поставим. Всё равно ему на том свете уже срать. На вашу программу принято приходить с подарками. Но я тоже принёс самое ценное, что у вас есть. Ваши анализы. И у меня для вас целых две новости. Одна просто замечательная. Да? И какая? Эту болезнь назовут вашим именем. А вторая... Так, дорогие мальчики и девочки. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Пишите, как всегда, на правиле собака. Геймзи.ру. И смотрите на следующий четверг. Вы узнаете, какие игры были самыми продаваемыми в нашей стране. И стоило ли вам тратить на них свои кровные. До следующего четверга.